Сегодня 4 сентября. Уточки пойдут умываться. А сейчас уточки оденутся. Вот так уточки оделись. Они уже идут в школу. Всё, мы пошли. Пока, Таня. Хорошо, пока. Удачи вам. Ну, у меня уроки начинаются в 13.30. Мы учимся во вторую смену, но я бы хотела в первую. Вчера помылась, голову помыла. Она как-то... Ладно. Зайдёт. Сейчас я, наверное, видео буду монтировать про сбор гузака. Потому что... Ну, мне его как бы смонтировать надо, и всё. Я вообще обещала, что он надо будет... Ой, завтра? Ой, получается, вчера. Но я его не успела смонтировать. Поэтому пойдёмте. Сейчас буду перекидывать файл и монтировать. Я уже пришла со школы. Мне казалось, что я с этим рюкзаком сейчас... Просто, знаете, я вот так назад упаду в мостик и поглудеть переворот назад. И так идти домой. А мне ещё подниматься высоко, на чём свертоэтаж? Ну, с этим рюкзаком я не знаю, сколько он влезет. Но я его вот одной рукой вот еле поднимаю. Там лежит 13 учебников. Вы можете сравнить, какой он был до и какой он стал сейчас. Сейчас я вам покажу все мои учебники. Будем расставлять их на эту полку, но надеюсь, они туда все помесятся. А то я что-то на эту стопку смотрела, и мне кажется, что они туда не помесятся. Что-то с качеством стало. Не хотите небольшой прикол? У меня, кажется, сломался вот дуночок. Причём, нашла его не я, а наш одноклассник. Я вообще сначала не заметила, а потом заметила. Ну вот, он, в общем, сломался. Я не знаю, кого починить. Может, узнает, напишите. Но не знаю. Вот так он сломался. Я не знаю, что с ним делать. Может, папа как-нибудь разберётся, починит. Ну ладно. Положим пока что его в ящик для мелочей. В этом ящике у меня лежат разные мелочи. Подождите, а вот. Уточки уже тоже пришли домой. Сейчас они там кушают. И я вам и им кое-что покажу. Так, сначала заберём учебники. У меня ещё немного лежат вот в этом карман. Нет? Подходите, прикол. Вот такой, вот, смотрите, как у меня помялся дневник, во-первых, из-за учебников. Ой, не дневник, а обложка. И у меня есть двоюродная сестра. У неё точно такой же дневник. Вот. Точно такой же. Хотя мы даже не подозревали, что мы купим одни и те же дневники. Ну, как бы, всё-таки один дневник. Возможно, вы её даже знаете. Особенно, если вы, как бы... Ну, понятно. И в видео она тоже была много раз. И вот у неё такой же дневник, в общем. Просто будут имена отличаться. А что? Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Покажу вам эти учебники. Я Хелли достала, вот, серьёзно. У меня, короче, из-за этого всего вот эта сетка по математике с Куроми помялась. Сейчас буду вам показывать свои учебники. Я на неё пока положила учебники, чтобы они её немного выровняли. Надеюсь, они её выровнят. Первое, это ОБЖ. Это новый предмет. Вот, у нас добрался. Упа, как тут красивенько. Хотя-то ничего не красивенько, но тут красивенько. Вот. Это шестой класс, ну, я выбор шестой, ну, ладно. Биология. Нам сказали мне обращать внимание, что это седьмой класс, но у нас это будет шестой. Давайте сразу складывать всё сюда. Я сразу убираю вот эти слова, потому что я знаю, что туда помещаться не будет. И вот это всё убирали. И ложу сразу учебники. Вот так. Потом на них ещё обложки буду одевать, какие у нас будут. Следующая, это история средних веков. Тогда была история древнего мира, а сейчас будет средних веков. Вот. Шестой класс. Тоже ложим. Они ещё так пахнут сейчас приятные. Все думают, что я перехожу в шестой. Я перехожу в семью, но на самом деле я перехожу в шестой. Ну, может, я и перехожу в пятый, но я перехожу в шестой. Просто логика железная. Точнее, тут вообще нет логики, но согласитесь. Литература, часть 2. Она даже очень красивенькая. И литература, часть 1. Тоже очень красивенькая, мне нравится. Тоже ложим. Это всего лишь 5 книг. А у меня их 13. История России. Третьенько. О, тут красивенько внутри. Тоже шестой. Ложим. Ну, я потом их покрасивее расставлю. Я так просто положить. Математика. Ну, математика почти такая же, какая и была, в принципе. Дизайн один и тот же, в принципе. Только это шестой класс. География. Ну, прям толстенькая такая. Пятый, шестой, но я в шестом. Ну, ладно. Как-то непривычно сейчас будет полку видеть именно в таких разных учебниках. Общество знания. Шестой класс. Ну, нормально. Его я сразу положу вот так. Дейч. Или дойч. Дойч. Немецкий. Я изучаю немецкий, но не английский. Сразу говорю, английским я не владею немного. Не, ну, что-то там, может, я смогу сказать. Дуэспик инглиш, например. А так, в принципе, ничего. И две части русского. Кстати, она чуть-чуть... Ура! Она выровнялась! И две части русского. Ребят, я вам скажу. В четвер... Ну, в четвертом, понятно, ладно. В пятом учебников было где-то вот так, наверное. Вот. Все, не больше. Может, меньше, но не больше. Ну, значит, тут будут учебники и тетради. Надеюсь, сюда все тетради поместятся. Ну, еще вот тут у меня лежат с прошлого года какие-то тетрадки, которые... Ну, там есть, конечно, странички, но я решила завести новые. И просто лежат, чтобы материал. И вот еще старые тетради, которые я буду продолжать ввести. Это вот такая с пушином. Для словаря по-немецкому о ДНК, в котором там почти нет. Там есть, конечно, ну, вот там чуть-чуть совсем исписано. И она мне, в принципе, внешне нравится. И по технологии нам сказали вообще заводить, чтобы одна тетрадь там сразу до восьмого класса, типа, была. Но у меня, может, это и получится, потому что я мелко пишу. Ну, и мне она даже нравится. Где это? А, вот. Самая зачетная фраза. Ну, а сейчас я сложу все тетради вот сюда. Именно в которых я уже начинала писать и которые я сегодня буду брать. Ой. Ну, и для предметов, которые я буду как бы завтра брать. И все. Положу вот эти старые тетради, положу еще вот эти, в которых я сегодня писала. Давайте ее перевернем пока. И еще посмотрю, какие у нас завтра предметы и возьму отсюда тетрадочки. Что мне надо будет сворачивать тетрадочки. Ладно, я скажу ему, что я в него тетрадочки возьму две. Для контрольных и творческих работ по русскому и литературе. Лучше не упало. Ну, а сейчас давайте я переоденусь и пойду что-нибудь перекущу. И покажу вам такой сюрпризик для себя и для уточек. Тихо, что вы не услышали. Ля-ля-ля-ля-ля. О, а что это такое? Милки. Милки рози. А это что тогда? Бокс уточки. Бокс для уточки. Милка, иди скорее сюда. Иду, иду, что такое. Смотри, это какой-то бокс для уточки. О, уточки, привет. Привет, мы уже покушали. Хорошо. А что это за бокс? А это уточки вам. Да. Ага. Давай скорее успаковывать. А что нужно сделать после школы, когда ты пришел? Распаковать бокс? Нет. Переодеться? Переодеться? Ну да. Так что идите переодевайтесь и придется распаковывать бокс. Уже бежим. Ну что, уточки, давайте распаковывать. Да, нам уж не терпится посмотреть, что там. Что сначала откроем? Давай, милки и рози. Хорошо. Кстати, это все мне подарила одноклассница. Точнее, уточка. Давайте распаковывать сначала вот это. Так. О-о-о. Так, это раскраска плюс наклейка. Сделай сам. Стикер-бук. Прикольно. А это, видимо, наклеивать. Очень прикольно. Уточки, я так поняла. Вот тут вы можете раскрасить картинки. И потом эту раскраску можно приклеить. Или же приклеить и раскрашивать. Так. А-а-а. Так. Все, поняла. Можно раскрасить эти картинки. Их вырезать. И получатся вот такие наклейки. Все, поняла. Ну, или же раскрасить и потом вырезать, когда нужно будет. Прикольно. Будем пользоваться. Ну, теперь давайте откроем, что тут есть для милки. Для милки вот такая папочка. Да? Вот. Да. Крови как. Прикольненькая. Такая милашка розовенькая. Держи, милка. Прикольная. Как раз мне пенал или для каких-нибудь листочков. Угу. Ну, теперь давайте приступим к самому интересному. Это бокс для уточки на 1 сентября. Давайте мы его аккуратненько распакуем. Тут лежат очень много разных пакетиков. Даже прям очень много. Тут все для уточек, для милки, розы. Розы написано. Давайте от... О, даже что-то для... Ой. Даже что-то для меня есть. И все. Давайте какой сначала распакуем. Давайте... Какое хотите вы. Давай ты перемешаешь и выберешь. Закрытыми глазами. Хорошо. Так, закрывай глаза. Так. Ну, давайте витали. Так. Этот у нас для милки и розы. Давайте все пока уберем. И распакуем. Это закладки для школы и закладки для уточек. Вот такие прикольные. Одна для милки, другая для розы. Вот. Очень красивые, кстати. Да. Так, возвращаем. Какую теперь откроем? Давай опять мешать? Хорошо. Вот этот. Так, это для розочки. Карандаши для ути. Прикольный очень. Держи, роза. Ой. У меня как раз нету хороших карандашиков. Так, все. Давайте пока... Так, и у нас остается еще даже... Сейчас посчитаю, сколько было всего пакетиков. Всего было 8 пакетиков. Это даже много очень. Ну, и еще 2, которые мы открывали в начале. Всего 10. Давайте мешаем. Ну, ладно. Давайте откроем, наверное, вот этот пакетик для меня. Он просто большой. Так, он даже чуть-чуть чуть-чуть. О-о-о. Это такой антистресс-картошечка. Очень прикольный нарисован. Знаете, я сейчас его так взяла, как телефончик. Ой, бозечки. Какой милязька. Очень прикольный. Ставим вот сюда. Нам тоже очень понравился. Так. Мешаем. И закрываем глаза. Ну, я еще поднимаю голову вверх. Ну, ладно. Так. Давайте вот этот. Он, по-моему, тут открылся уже чуть-чуть. Да. Для мелких розы. Тут лежит две ручки. Вот такие. Давайте посмотрим, как они пишут. Посмотрим на пакетики. Давайте изнутри. Так. Синенькая. И эта синенькая. А нет, это зелененькая даже. Отлично. Вот ваши ручки. Опять мешаем. Ну, вот этот. Прямо спорезу. Самый такой прикольный. Ну, не прикольный. Ну, нет. Тут все прикольное. Ну, тут солнышко и наклеечка. Так. Надо открывать там, чтобы пакетик не порвался. Аккуратненько. Так. Для уточек. Ой, это дневнички. Ой. Прикольно. И этот. Два дневничка для уточек. Уточки. Какой вы выбираете? А давай, какие у нас закладки, такой дневник. Хорошо, давайте. Вот. Правда, у нас уже есть дневнички, но... Эти все можем завести. Можем те завести. Пока еще не знаем. Так. Это все. Вот. Осталось уже три пакетика. Как у нас быстро все открывается. Так. Вот этот. Для мелки. Ура! Опять это для меня. Это вот такие две тоже миленькие тетрадочки. Одна в линейку и одна в клетку. Нам даже такие пригодятся простые. Еще тут прикольные вот такие. Тут с мороженками. А тут с такой как чешуей. Так. Ну и открываем последние два. Давайте тут уже не будем их мешать. Какой? Откроем. Уточки давайте, убирайте. Давай для уточек. Я хочу для мелкие розы. Я для уточек. Я для мелкие розы. Хорошо. Давайте так. Эх, ну ладно. Я закрываю глаза. У меня вот это. И, кстати, дневнички еще такие объемные. У них такой цветочек, а там облачко. Так, вот это, да. Для уточек тоже наклеечка. Так. Милка рова. А, это такие штучки на стол. Наверное. Ну, как я поняла, да. Такие штучки положить на стол уточкам. Ну, прикольненько. Неземки. Вот так. Все. И остался последний пакетик. Для мелкие розы. Самый такой волнительный. Последний пакетик. Так. Что он в том, что у меня страна отрывает. Наши картинка, знаете, открыть. И аккуратненько. Эш прификсирование. Так. Тут у нас такая линейка. На 15 сантиметров. Очень красивая. И вот такой карандашик. Берлингам. Хэбэ. И тут разноцветный ластик. Прикольненько. Ну, тут, как бы, скажу, все прикольненькое. Вот столько сюрпризов было. Так много. В общем, спасибо. Сказать имя. Ну, да. Скажем имя. Спасибо Василине. За вот этот боксик. Надеюсь, уточку вам понравился. Да? Ну, да. Нам он очень понравился. Мы будем обязательно этим пользоваться. Ну, хорошо, что понравился. Ну, а сейчас давайте разложим эту канцелярию в данный куточек. Да. Ну, как всегда. Ну, хотя бы сюда положили бы. Так как уточки у нас очень устали. А я вообще не устала. Я должна за них это все укладывать. Они мне даже помогать не будут. Ах, ну ладно, устали же. Давайте сначала уберем вот эти подстилки. И поставим сюда новые. Давайте вообще все уберем со столов и приберемся. Как раз отличный титул. Так. Давайте поставим органайзер для канцелярии. Это Розин. А вот это Милкин. Кстати, он логотипный из школы фан-фан-скул. Который ходит в мои уточки. Давайте положим зеленую ручку пока Розе. Потому что, ну, она как бы постарше немного. И ей это, мне кажется, больше нужно. Потому что в первом классе особо не пользуются зеленой ручкой. А во втором могут уже, в принципе. Линейка. А потом разберемся, кому. Ручка мелкая. Потому что у нее нет нормальных ручек. У нее все красивенькие. Розины карандаши. Затев. Пока не будем распаковывать. И положим вот так. Надеюсь, они не упадут. Вот. Сразу все видно. Дневник. Это вроде Розин был. Вот Розина подставочка. И вот Милкина подставочка. Да. Когда вы спросите, что потому что тут стоит стеллаж, а тут это. Я, когда они будут делать уроки, буду убирать стеллаж. Ну, если будут делать тут один, просто будут облокативаться на стеллаж. И переставлю столики, допустим. Так, вот Милка. Цитратки. Чистые тетрадки у нас все хранятся вот здесь. Милкиник Милкин. Милкина папочка. Карандашик Милкин тоже. Закладки. И вот еще закладки. И вот такой стикер-бук. Так. Ну, это сделать наклейки. Раскрасить и вырезать их. Пока положим вот сюда. Нет, не сюда, а вот сюда. Розина учебники. Розина подставка для книжек. Тут мы положим закладки и дневник. Дневник туда не поместится, поэтому мы его положим вот сюда. Я уже прибралась в зоне учебы уточек. Вот так получилось. Еще раз спасибо. Они там сидят. Ой. Милка, Роза, а вам что-нибудь задали из уроков? Нет, вам ничего не задали. Точно? Ага. Ну, хорошо, идите тогда поиграть. Я сейчас буду делать свои уроки. Мне нужно сделать только русский. Вроде как. Мне нужно, да, сделать только русский. Розина. Ну, хорошо. Идите. Tang 몇 раз. Ну, хорошо. Точно? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok